Здравствуйте! Тема сегодняшнего занятия колеса и шины Колеса у нас воспринимают крутящий момент от трансмиссии и за счет силы сцепления с дорогой обеспечивают возможность движения автомобиля А также они воспринимают и сглаживают удары и толчки от неровностей дороги за счет своей упругой конструкции Давайте более подробно рассмотрим из чего у нас состоит колесо Итак, первая деталь это обод и диск В легковом автомобиле две этих детали выполнены как единое целое Поэтому мы будем называть это просто диск Диск своей центральной частью крепится непосредственно к ступице колеса и передает у нас крутящий момент от нее на шину и далее на дорогу Обод, это вот это уширение местное на диске Оно выполнено здесь, как я сказал, как единое целое у легковых автомобилей У грузовых автомобилей этот обод съемный Он позволяет уплотнять шину с диском А также не давать ей отсюда самопроизвольно сниматься Автомобильная шина Вот здесь показано ее строение Она состоит из каркаса Из каркаса, вот цифра 1, показан каркас Протектора, протектора боковин Значит, каркас выполнен следующим образом Здесь имеется так называемый корт Это нити, которые и собственно составляют такой упругий каркас Нити могут быть с диагональным расположением, как вот на этом рисунке И так и с радиальным, как вот на этом От расположения этих нитей, кстати, зависит очень многое Именно эксплуатационные свойства шины зависят Радиальные шины более мягче Более лучше держат дорогу Но они менее долговечны и более подвержены разрывам В случае, если наезжаете на какой-то предмет У диагональных также и есть свои преимущества Протектор имеет определенный рисунок В зависимости от того, для каких условий эксплуатации предназначена шина Значит, это может быть и шина для внедорожника Которая иметь более большие такие грунтозацепы Чтобы можно было ездить по грязи Или эта шина предназначена для трассы Здесь водоотводящие канавки Чтобы можно было безопасно проезжать по луже Значит, шина внутри надувается воздухом Туда либо вставляется камера Камера резиновая, которая надувается воздухом И давление воздуха создает силу упругости Либо бывают шины бескамерные Бескамерные, которые более плотно сидят на ободе И надуваются воздухом И, собственно, именно воздух поддерживает автомобиль На такой высоте от дороги, которая положена Значит, необходимо обязательно следить за этим давлением воздуха Который установлен именно для вашего автомобиля Таким, каким он должен быть заводом-изготовителем Но обычно для легкового автомобиля Это 2 кг силы на сантиметр квадратный Или 0,2 мегапаскали Очень много значит маркировка автомобильной шины Давайте немного самое основное здесь посмотрим При покупке автомобильной шины нужно внимание обращать в основном на эту надпись Как вы видите, она состоит из трех частей Самая правая часть R15 Видите, это радиус диска Вот этот радиус Вот этот вот радиус диска Он измерен в дюймах В данном случае, вот видите, 15 дюймов Поэтому у вас, смотрите, какой у вас радиус диска Соответственно, только такая шина вам и подойдет Далее, 195 Это ширина профиля Ширина, если посмотрим на эту шину Вид спереди, там мы измерим ширину Она будет 195 мм 65 это отношение вот этой высоты Высоты профиля к его ширине в процентах Низкопрофильные шины, допустим, это 40-45 Вот это имеет значение Они вот такие вот маленькие Ну, вот такие вот Буквально вот такие Бывают 70-75 Они побольше вот такие Высота профиля Также имеет значение при движении Низкопрофильные, жестче Но они лучше держат Лучше держат дорогу Поэтому каждый выбирает для себя Что ему более важно Собственно, на что еще нужно обратить внимание При выборе шины Смотрите, некоторые шины имеют Свойство работает Катиться только в одну сторону Вот видите, здесь показана стрелка И написано слово rotation Эта шина может вращаться вот только в эту сторону То есть ее можно поставить Либо только на левую часть автомобиля Либо только на правую Переворачивать ее нельзя Это связано именно с конструкцией шины Значит, здесь она радиальная Показано, что рисунок протектора Именно такой сделан Если в другую сторону поставить Значит, она уже не будет обеспечивать Того сцепления с дорогой Той проходимости и так далее Что еще, собственно, здесь нужно смотреть При выборе Ну, да, слово радиальное Да, вот здесь вот указано Можно на это обращать внимание А также камерная эта шина Или бескамерная Вот это слово таблиц Если здесь нарисовано То эта шина бескамерная Ее можно устанавливать Только на те ободы Вернее, только на те диски Да, у которых Специальные буртики там есть Уплотняющие Которые предназначены для работы С бескамерными шинами Значит, бескамерная шина Требует за собой Следующего ухода Значит, нужно Ее монтаж и демонтаж Можно производить только на Специальной шиномонтажной мастерской При наличии специального оборудования В домашних условиях Если такую шину попытаться Демонтировать Можно повредить диск Поэтому лучше именно В шиномонтажной мастерской Это делать Далее Если у вас шина Шина вдруг по дороге прокололась Повал какой-то острый предмет Гвоздь и так далее Воздух вышел из шины Ни в коем случае нельзя Доезжать до места ремонта Нужно немедленно поставить Запасное колесо И ехать уже только на нем Несколько десятков метров Езды на спущенной полностью Шине Могут привести Полностью ее В негодность Потому что нити каркаса Могут просто сломаться Из-за такого сильного перегиба И вылезти наружу Или внутрь И собственно все Шине Пришел конец Следующий вопрос на сегодня Это углы установки колес На самом деле колеса Я имею ввиду сейчас передние управляемые колеса Стоят не строго вертикально И катятся не строго в ту сторону В которую у нас едет автомобиль Если посмотреть вид сзади Как видите Колесо в вертикальной плоскости Немного отклонено В сторону В сторону от центра Как бы колесо у нас стоит Не вертикально вот так Да Так извиняюсь Не вертикально вот так А немного отклонено в сторону Это называется развал Развал способствует правильному положению Качивающего колеса При работе подвески Подвеска у нас работает вот так И колесо у нас соответственно ходит Вверх-вниз И положение его относительно Вот этой оси изменяется Кроме развала Есть еще Один угол установки колес Это схождение Если посмотреть на передние колеса Ввид сверху То смотрите Они направлены не прямо В сторону движения А немного навстречу друг другу Эти углы и развал и схождение Они очень конечно небольшие Очень небольшие Схождение колес Способствует правильному положению Управляемых колес Особенно на повороте автомобиля И способствует Более равномерному износу Покрышек Такая геометрия колес Устанавливается в специальных мастерских Может быть где-то видели Развал и схождение Углы установки колес Геометрия колес Объявление в своем городе Вот именно там Очень точно Эти углы устанавливаются И если все углы правильно выставлены Это способствует Тому что И управляемость автомобиля Будет правильная И легкая И в сторону ни в какой автомобиль Не будут уводить И шины будут изнашиваться равномерно Вот вы должны собственно говоря Об этом знать Поговорим о неисправностях Ну собственно Основные неисправности Это проколы-порезы У шин Значит И А также износ протектора Со временем шины конечно изнашиваются В связи с тем что они у нас Постоянно совершают трение Между колесом и дорогой Совершаются трение Видите Вот уже У нас Почти изношена полностью шина Да Помните Идти из правил дорожного движения Высота рисунка протектора Минимальная Для легковых автомобилей Составляет 1,6 мм Следующая неисправность Видите Неравномерный износ покрышки Видите С левой стороны у нас Тут Более хорошее состояние У покрышки А справа Она изношена сильнее Это происходит Как раз Из-за Неправильных углов Установки колес Поэтому Если хотите Чтобы ваши шины Работали хорошо и долго Нужно за ними ухаживать Ну собственно Весь уход за шинами Сводится к тому Чтобы Постоянно контролировать В них давление То есть Увидели Визуально Посмотрели на автомобиль Как он смотрится Насколько Промялись шины Ну и регулярно Конечно Желательно При помощи манометра Следить И За давлением Давление в шинах Очень сильно влияет На расход топлива Потому что Часть энергии Автомобиля Будет тратиться Как раз На смятие колеса И если Значит У нас давление В шинах Будет правильное То которое Установлено Заводом Изготовителя То и расход топлива У нас По этой причине Не будет превышать Установленных Дорм Завода Изготовителя Так На сегодня Это все До встречи На следующем занятии Продолжение следует